Я буду говорить о Божьем призвании. Я буду говорить о том, что каждый человек, он не случайен в церкви. И каждый человек, он не случайен в Боге. И каждый человек, он не просто так пришел. И если вы уже пришли в церковь, если вы уже отдали свою жизнь Богу, если вы уже согласились жить вместе с Ним, то держитесь за это. Во время этого пути жизни с Богом бывает всякое. Бывают такие моменты, когда хочется закричать, а где же Бог? Когда хочется закричать, а где же справедливость? Когда хочется закричать, а сколько можно верить, а я ничего не вижу, то, что мне говорят. А иногда хочется сказать, знаете, все, что вы говорите, это ложь. Но Павел сказал, что вы избранные, званные. Не потеряйте своего призвания. Не потеряйте. Потому что у Бога есть план для каждого из нас. И этот план, он порой может быть не похож на наши мысли. Порой он может быть не похож на наши желания. Порой может быть он не похож на видимое. Порой он может быть не похож на то, что мы бы хотели настолько сильно. Но мы не знаем пути Господни. Потому что пути Господни они не исполняют. Только Он знает то, что Он приготовил для нас во благо, а не во зло. И Он знает, как лучше помочь нам исполнить это предназначение. Итак, Иоанна 15 глава, с 1 по 18 стих. Иисус говорит, я истинная виноградная лоза, а отец мой виноградный. Иисус часто приводит сельскохозяйственные примеры. Почему? Потому что это для большинства людей понятно. Для большинства людей мы можем это сравнить. И Он говорит, я лоза. Я тот, на котором все строится. Я тот, от которого все происходит. Все, что тебе нужно, это пребывать на этой лозе. Он говорит, я истинная виноградная лоза. К чему прилеплено твое сердце? Оно прилеплено к Иисусу или прилеплено к каким-то материальным вещам. Твоя лоза это то, чему ты отдаешь 100% своей жизни. Находясь на работе, к чему прилеплено твое сердце? Находясь дома, к чему прилеплено твое сердце? Находясь на улице, просто общаясь с людьми, к чему прилеплено твое сердце? Когда ты заходишь в магазин, к чему прилеплено твое сердце? Он говорит, я истинная виноградная лоза. Но отец виноградный. И только отец знает то, что необходимо для виноградной лозы. Только он знает, как удобрить ту почву, которая необходима для того, чтобы эта лоза развивалась и приносила плод. У нас, вы видели виноград? Виноград здесь рос. Я не знаю, что с ним будет. И ветки, которые разрослись, они мешали людям, которые живут за забором. Они, как они сказали, царапали их машину. И приехали люди, которым были безразличные, безразличный этот виноград, безразличная эта лоза, безразлично то, что творится за другой территорией забора. И они, как им казалось, обрезали виноградник правильно. Но когда мы отодвинули ящики, все ветки, которые были у этой лозы, они опали полностью. И лоза засохла. И я думаю, ничего вроде бы противоестественного не сделали. Просто отрезали часть веток. И колен засох. Ствол засох. И я начал размышлять. Представьте, да? Иисус говорит, я лоза. Но если на этой лозе нет ветвей, если на этой лозе нет плода, эта лоза, она никому не нужна. И если он лоза, и он сравнивает нас с ветвями, он ожидает, что мы питаемся от этой лозы. Он ожидает, что мы, как ветви, принесем плод, который будет пребывать. Второй стих. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. И всякую приносящую плод очищает, чтобы боли принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Он переплетает свое учение своим ученикам, то с лозой, то со своим учением, то с словом. То есть мы можем понимать, да, что слово это то, что находится питательное в лозе. Слово это то, что необходимо для каждого из нас. То есть если у тебя есть в чем-то неразрешенный вопрос, скорее всего, что ты не пребывал в слове, для того, чтобы это слово принесло тебе очищение. Чтобы это слово принесло тебе какое-то изменение. Чтобы это слово принесло тебе ответ. Чтобы это слово дало тебе возможность приносить плод. Если ты на лозе, ты должен от чего-то питаться. Если ветка, он говорит, которая отсекается, все, эта ветка уже не может принести плода. Это ветка, которая даже до сегодняшнего дня ничего не дала. Если вы помните историю про смоковницу, и многие люди знают эту историю, что Иисус шел со своими учениками, увидел смоковницу, он подошел к смоковнице, и там написано, что он подошел, хотя еще не время было ей смоквой, но написано также, что он ничего на этом дереве не нашел. И многие люди говорят, что это смоковница, он проклял ее. Некоторые говорят, насколько он жестокий, что проклял эту смоковницу, что она засохла. Но я всегда размышляю, он понимал, что еще не время принести плода для этой смоковницы, еще не время, но когда он подошел, он ничего на ней не нашел. И я начал размышлять. Вроде бы противоестественные вещи. Он знал, что плода не будет, подошел, ничего не нашел, и сказал, пускай никто от этого дерева, никто никогда не вкушает. Я начал размышлять, как это происходит. Как мы можем знать, люди, которые занимаются сельским хозяйством, они четко понимают, в этом году будет урожай или не будет от деревьев. Будут ли в этом году яблоки или не будут. Будут ли в этом году априкосы или не будут. Будут ли в этом году, будет ли виноград или не будет. То есть, когда ты подходишь к дереву, и там нету даже вот этой завязи, да, или как так называется. Завязи, да? Зародыша. Зародыша. То, скорее всего, даже нечего ожидать в этом году. Некоторые истории еще мы видим, когда подошел хозяин, говорит, это дерево, все, оно не приносит плода, давай его срубим. А садовник говорит, подожди, нет. Дай мне еще один год. Дай мне еще одну возможность. Я окучу, я обложу его навозом. И если через год не принесет плода, тогда давай его срубим. Иисус говорит, я истинно виноградная лоза, а Отец мой виноградный. Мы имеем связь из двух всемогущих личностей, которые дают возможность каждому из вас не только быть призванным, не только быть избранным, но еще и возможность приносить плод для Царства Божьего. Приносить плод для своей семьи, приносить плод для себя, приносить плод для этого города, приносить плод для того, что ты находишься на земле. Говорит, если на тебе даже нету зародыша плода, Бог подходит и говорит, эта ветка, на этой ветке ничего не будет. Я начал когда-то спросить у одного человека, который занимается виноградом. Я говорю, а зачем срезать ветку, пускай себе растет. Говорит, нет. Говорит, чем больше веток, которые не приносят плода, тем меньше полезного вот этого сока входит в плод. То есть, ну, вот этот полезный сок, он просто пребывает в ветках для того, чтобы просто, ну, он просто засходуется. А полезный сок должен идти в плод. Как это принять к Божьему слову? Он говорит, да. Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Полезный вот этот сок, полезная вот эта жидкость, это Слово. То есть, если ты слушаешь Слово и никак его не практикуешь, если ты слушаешь Слово и только постоянно говоришь, я ничего не понимаю. Я в это не верю. Мне не открыто. У меня нет времени. Это говорит о том, что ты не понимаешь важности вот этого плодоносного жидкости, которая необходима для того, чтобы твоя жизнь поменялась. В Иоанна 8 главе, 38 стихе написано, что познайте истину. Будете изучать истину. И эта истина сделает вас свободными. Многие люди ищут освобождение в молитвах, в постах, в конференциях каких-то, в каких-то вещах, которые на самом деле они нужны. Потому что это наталкивает тебя на Слово. Но если ты не познаешь Божье Слово, если ты не углубляешься в Божьем Слове, если ты не разбираешь Божье Слово для того, чтобы оно стало плодом в твоей жизни, то освобождение не приходит. Потому что освобождение приходит от познания истины. У тебя есть чем сравнить. У тебя есть в чем понимать. Он говорит, я очистил тебя посредством Слова, которое я проповедовал вам. Иисус хочет очистить нас для того, чтобы мы принесли плод. Иисус хочет убрать все, что мешает тебе быть предплодомостным для Господа. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ведь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе. Так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не может делать ничего. Я когда изучаю эти строки, я их уже читал, перечитал уже неоднократно. И я понимаю, если что-то не происходит в моей жизни, возможно, моя жизнь с Богом, она уже отсутствует. Возможно, мои отношения с Богом уже отсутствуют. Возможно, я уже забыл, что такое читать Библию. Многие люди читают Библию просто для галочки. Я уже когда-то говорил, что у нас, когда мы учились в Библейском институте, у нас всегда задавали вопрос. Каждое утро. Мы должны были читать Библию в 6 утра. И каждое утро, в 8 утра, у нас задавали вопрос. Что сказал тебе Господь сегодня? Если ты читал сегодня Библию, и Бог тебе ничего не сказал, если у тебя нету откровения, ты не должен закончить сегодняшний день, если ты не получишь направление от Бога. Здесь уже сидят люди, кроме Заряны, которые уже минимум год ходят в церковь. То есть я, ну, человек, который уже ходит минимум год, я считаю, уже довольно-таки зрелый человек. Потому что вы уже слушали 52 проповеди в этом году, которые направляют и наставляют вас для того, чтобы что-то поменялось в вашей жизни. Иисус говорил, если вы слушаете Слово и не практикуете его, и не исполняете его, то вы строите свой дом на песке. Вы строите свою семью на песке. Вы строите свой бизнес на песке. Вы работаете на песке. Вся ваша жизнь, она построена на песке. Но, говорит, если вы слушаете Слово и практикуете его, и исполняете его, и не оставляете дня, чтобы не получить откровения, то вы уподобитесь человеку благоразумному, который строит свою жизнь на камне, который строит свою жизнь на основании, который строит свою жизнь на твердой, на твердой почве. И, говорит, если даже ветер подует, или проблема придет, или ситуация придет, то вы не поколеблитесь. Вы не поколеблитесь. Многие люди сравнивают плод, это с какими-то материальными вещами. Это плод, материальные вещи, это естественные, естественные вещи в взаимоотношении с Богом. Материальные вещи, это естественно. Но я говорю о других вещах, о духовных вещах, о душевных вещах, о плодах плоти, которые иногда вылазят из нас полным ходом. Я говорю о том, что мешает нам получать какие-то материальные блага на этой земле. Что мешает нам наслаждаться жизнью. Что мешает нам смотреть на этот мир, который вокруг нас насыщен красками. Мы вчера ездили на этот Ниагарский водопад, пасмурно было. А я смотрю, как будто радуга бессит. Смысл напомнил. Жизнь есть. Я потом смотрю, кто-то, кто-то, я не помню, или Анюта, или Ютус, или Света фотографировали. И фотография получалась тусклая. И они с помощью технологий превращали эту фотографию в картинку, которая наполнена светом, которая наполнена красками, которая наполнена, ну, таким, знаете, жизнью. И я думаю, человек, который видит глазами, это не то, что человек видит сердцем. Потому что сердцем это то, что ты превращаешь тусклую картинку в идеальную картину, которая, ну, радует глаз. Да я говорю о плоде, который будет помогать тебе наслаждаться и радоваться тем, что ты имеешь. Мы призваны Богом не для того, чтобы быть в депрессиях, чтобы быть в разочарованиях, чтобы постоянно терпеть какую-то нужду. Мы призваны жизнь, чтобы иметь жизнь и иметь с избытком. С избытком любви, с избытком благословений, с избытком здоровья, с избытком материальных вещей, с избытком встреч, с избытком всего, что мешает нам наслаждаться жизнью. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не может делать ничего. Знаете, давайте мы осознаем еще раз этот стих. Давайте не путать, кто лоза, а кто ветви. Иногда верующие люди настолько уже стали религиозными и настолько духовно тучными, что уже они лозы, а Иисус веточка. Или палочка, которую можно там, так, Иисус, давай, сделай то. Я наблюдаю за людьми, которые уже, ну, я же говорю, больше года верующие. У человека, который больше года верующего, молитва уже должна быть другая. Уже не только для себя, мне, мое, для меня. Ой, не хватает вот этого, ой, Господь, вот это мне. Человек, который уже зрелый во Христе, у него молитва уже на нужды, которые вокруг него. Я наблюдаю за своим сыном с 7 лет. Он, ну, мы молимся с ним, говорит, Господь, благослови ты детей в Африке. Господь, помоги мне, чтобы заработать деньги, чтобы я мог помочь еще больше деткам. Я хочу еще одному мальчику помогать. Папа, дай мне еще больше работы. Папа, я хочу, мы идем, ну, мы идем там по улице, вот он видит бедных людей. Он говорит, Иисус, пожалуйста, помоги этому бедному человеку. Потом говорит, папа, дай мне из моих денег 1 доллар, я хочу помочь этому человеку. Я думаю, 7 лет ребенку поступает, как духовно зрелый человек. Понимаете? Когда наша молитва уже направлена не только на себя, не только на решение каких-то своих нужд, не только на решение каких-то своих ситуаций, а на то, чтобы что-то вокруг тебя поменялось. На то, чтобы что-то у кого-то у другого, у твоего соседа что-то поменялось. Без меня вы ничего не сможете сделать. Я смотрю на некоторых верующих, которые вручную пытаются что-то сделать. Я говорю, послушай, оставь это дело. Оно не приносит тебе радости. Ты пытаешься что-то делать, оно радости тебе не приносит. Ты пытаешься, оно говорит, ну, как я оставлю, я же уже там пообещал, говорю, лучше оставь, чем ты умрешь, чем ты разочаруешься, чем ты будешь в депрессии. Лучше бросить это и наслаждаться тем, что Бог хочет дать тебе. Наслаждаться Его Словом, наслаждаться Его Любовью, наслаждаться Его Благодатью. Что-то, возможно, в какой-то момент ты не понял, что без Иисуса ты не сможешь сделать ничего. Кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собираются и бросаются в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Многие люди говорят, ну, я же молюсь, я же прошу, я же взываю, я же кричу. Кто? А, всему стиху. Если прибудете во мне. Когда я прибываю, это как матрешка. Многие люди говорят, а как прибыть в Иисусе Христе? Где тебя уже не видно, видно только Христос. Где твоей реакции уже не видно, только реакция Иисуса Христа. Где тебя уже даже не слышно, а только слава Иисуса Христа. Я в Нем. И я понимаю, что что бы ни происходило вокруг, это уже не моя проблема. Это проблема Иисуса, потому что я в Нем. Если какая-то ситуация происходит в моей жизни, и мы реагируем немножко неправильно, это говорит о том, что ты вышел из подопеки Христа. Очень много может быть в твоей жизни. Но я всегда говорю, чем сильнее испытание, тем выше призвание. Чем сильнее трудность в твоей жизни, тем сильнее миссия для тебя. Если ты пребудешь во мне, и слова мои в вас пребудут, я в Иисусе, но Слово Мое в Нем во мне. Но Слово Его переполняет меня. На каждую ситуацию у меня есть Слово. Иисус, когда был в пустыне, дьявол разговаривал с ним искаженным библейским Словом. Но Иисус знал истинность Слова. Он говорит, знаешь, не так написано. Знаешь, а я не такому Слову научен. Знаешь, а я не так буду реагировать. Знаешь, Слово, которое во мне, оно превыше любого Слова, которое предлагает этот мир. Этот мир настолько хочет исказить то, чему мы научены, то, как мы понимаем Его Слово. Даже призвание Божьем, многие люди искажают. Я хочу, чтобы вы пребывали во мне, и Мое Слово пребывало в вас. И тогда то, чего пожелаете, просите, и будет вам. Почему? Мотивация уже будет у вас. Уже не будет эгоизма. Уже не будет только для себя что-то. Уже не будет что-то, ну, только мне, Мое для меня, Мое и только я. Нет. Иисус приходил и молился за этот мир. Иисус приходил и молился за каждого человека. Иисус приходил и переживал, сострадал. Он ходил по земле и понимал вот эту боль. Он пошел на крест не из-за того, чтобы только искупить наши грехи. Он пошел на крест, чтобы освободить нас от той боли, которую Он видел вокруг себя. Иисус знает твою боль. Иисус знает твои переживания. Иисус знает твою трудность. Иисус знает твою ситуацию. Все, что Он хочет, Он говорит, все заботы возложите на Меня. Все проблемы возложите на Меня. Все трудности возложите на Меня. Ибо Иго Мое легко, и Иго Мое благо. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. Тем прославится Отец, что мы будем приносить много плода. И что мы будем первым, вторым? И будем Его учениками. Насколько важно стать учеником Божьим. Многие люди говорят, у нас нет времени посещать какие-то мероприятия. И мы сейчас работаем над тем, чтобы максимально сделать дистанционно. Как вот Лариса проводит группы по телефону. Мы сейчас еще сделаем еще несколько групп, чтобы вы могли выходить на телефоны и проходить какие-то библейские школы, проходить какие-то библейские занятия. Уже делаем все для вас. Лариса пять лет занимается этой школой. Я как-то один раз вышел, там три или четыре человека со всего зала. Нет, больше в этом все подскажут уже больше. Ну, я как-то вышел один раз случайно. Специально. И мне жалко. Она готовится. Она тратит свое время. Она живет этим целую неделю. А мы не стали учеником. Почему? Потому что нет понимания, что Слово Божье, оно прославится только тогда, когда первое. Тем прославится Отцом Мое. Первое. Если вы принесете много плода. Второе. И будете моими учениками. Как можно принести плод, если ты не знаешь Слово? Как можно стать Божьим человеком, если ты не пребываешь в Слове? Как можно стать Божьим человеком, если ты даже не знаешь, даже инструкцию Божьего человека не знаешь? Я общаюсь с разного рода людьми. И я смотрю, думаю, ну все, что тебе нужно, это начать изучать Божье Слово. Все, что тебе нужно, это начать практиковать то, что ты изучаешь. Все, что тебе нужно, это стать полностью прообразом. Как Павел сказал, ты должен стать вот этим письмом Считаемым. Чтобы Библию можно было читать по тебе. По твоей реакции, по твоим поступкам, по твоим желаниям, по твоему поведению, по всему то, что ты делаешь вокруг себя. Чтобы имя Бога, оно прославлялось. Плод и учение. Не переставать учиться. С июля месяца у нас будет очень много разных перемен. Я так наперед говорю, я уже много раз говорю наперед. Но вы увидите, что будет очень много перемен. И эти перемены будут направлены на то, чтобы сделать нашу церковь, церковь первым учеником, а второе церковью людей, которые будут приносить плод. Потому что мы не можем быть просто людьми, которые приходят в церковь. Рано или поздно вам это станет скучно. Рано или поздно вы будете, ну надо все-таки. Нет, я хочу, чтобы это стало вашим образом в жизни. Я хочу, чтобы вы понимали, что жизнь с Богом это не просто воскресенье. Жизнь с Богом это не просто тогда, когда мне захотелось или появилось свободное время. Жизнь с Богом это не просто там Библию почитать. Жизнь с Богом это не просто там, ну, делать какие-то добрые дела. Жизнь с Богом это 24 часа в сутки. Девятый стих. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, прибудете в любви моей. Как и я соблюдал заповеди Отца моего, и пребываю в его любви. Многие люди говорят, Бог меня любит такой, какой я есть. Десятый стих. Если заповеди мои соблюдаете, пребываете в любви моей. Многие верующие говорят, Бог меня любит такой, какой я есть. Я могу грешить, я могу делать все, что я хочу. Если заповеди мои соблюдаете, то вы пребываете в моей любви. Знаете, какой здесь ключик? Бог тебя любит такой, как есть, но только ты не пребываешь в его любви. Он любит тебя и кричит тебя, приди ко мне. Придите ко мне, все труждающие и примененные. Я люблю тебя. Что бы ты ни сделал, я уже знаю, что ты это сделаешь. Я знаю от начала до конца. Я прошу тебя, приди ко мне. Наполняйся моей любовью. Наполняйся моей милостью. Наполняйся моей благодатью. Наполняйся всем, что все, что мешает тебе получить благословение. Наполняйся этим. Если заповеди мои соблюдаете, будете пребывать в любви моей, как и я соблюдал заповеди моего отца, и пребываю в любви моего отца. Бог говорил о своем сыне. Это сын мой возлюбленный. В нем мое благоволение. Почему? Потому что он пребывал в Божьей заповеди. Он пребывал, он понимал, что все, что мешает человеку получать Божью любовь, это нарушение Божьих заповедей. А как ты будешь нарушать Божьи заповеди или не нарушать, если ты их не знаешь даже? Бог призвал тебя не для того, чтобы сидеть на стуле, только на стуле. Не для того, чтобы один раз в воскресенье сквозь призму своих ситуаций и проблем послушать Слово, которое там проповедуется со сцены. Бог призывает тебя пребывать в его любви, пребывать в его заповедях, пребывать в его слове, пребывать на его лозе, быть его веткой, приносить плода как можно больше, чтобы прославился Отец Небесный. И тогда люди, видя твою жизнь, они будут говорить, послушай, а почему ты не такой, как мы? Что происходит? Ты что, не такую же пищу едишь, как мы? Ты не так же, не так же, там, не в таких же условиях живешь, как я? Почему ты не такой, как я? Потому что плод будет проявляться через тебя. Плод это то, что видно, то, что можно пощупать. Плод это то, что действительно может принести благословение и благодать слушающим и видящим. Это сказал я вам, чтобы радость моя в вас пребывала, и радость ваша будет совершенна. Для чего мы считали этих 10 стихов? Иисус подводит итог. Все, что вы только что услышали, я сказал для того, чтобы радость моя пребывала в вас, и эта радость станет совершенной. Мы лишаем себя радости. Мы лишаем себя Божьего Слова. Мы лишаем себя Божьей любви. Мы лишаем себя Божьего благословения. Мы не лишаем себя всего того, что Бог даровал для каждого из нас. Просто лишаем себя. Находясь не на лозе. Многие люди говорят, я еще к этому не готов. Многие люди, я всегда говорю, к чему не готов получать благословение? К чему ты не готов пребывать в любви? К чему ты не готов наслаждаться радостью И жить жизнью без проблем К чему ты не готов Еще не мое время Значит пришло Ты хочешь, чтобы оно пришло Некоторые люди Я не знаю людей Мало знаю людей Которые пришли бы в церковь Прибежали в церковь от того, что у них все хорошо Я не знаю много людей Некоторые люди приходят хорошо Но они долго не задерживаются Но в основном я знаю людей Которые пришли в церковь Из-за того, что Я хочу, я всегда спрашиваю Ты хочешь этого времени? Обязательно нужно, чтобы пришло время Чтобы ты начал и Библию читать Я наблюдаю за людьми У человека проблема Его церковь не выгонишь Проблема решилась Начинаешь его искать Куда ты делся, человек? Так все хорошо начиналось Все начало меняться вокруг тебя Это сказал я вам Чтобы радость моя была у вас И радость ваша будет совершенна Это заповедь моя Да любите друг друга Как я возлюбил вас Нет больше той любви Как если кто положит душу свою За друзей своих Вы, друзья мои Если исполняете то, что я Заповедую вам Многие говорят Я друг Бога Многие люди говорят Авраам друг Бога А я Сын Авраама Потому что живу в обетовании Иисус говорит Вы Друзья мои Если Исполняете то, что я Заповедую вам Иисус говорит Я слушаю многих верующих Они говорят Иисус любит безусловной любовью Тогда зачем вот это если Иисус любит тебя безусловной любовью Зачем если Тогда он сказал бы Делай все, что ты хочешь Живи, как ты хочешь Поступай, как ты хочешь Я тебя люблю Прощаю, покрываю Делаю все Зачем тогда если Вот я разговариваю Со многими религиозными людьми Это не закон Мы живем в благодати Я что, читаю Ветхий Завет Конечно мы живем в благодати Но есть одно условие Ты хочешь быть другом Божьим Если Ты хочешь пребывать в его любви Если Ты хочешь иметь Божье благословение Если Мне нравится наша страна Америка Если вы знаете То наша страна Америка Она была Ну строилась На библейских Библейских принципах И многие люди приезжают сюда В Америку И почему-то начинают строить Свою жизнь Без библейских принципов И проходят Очень тяжелые жизненные И доходят до того времени Что уже О, сейчас время искать Бога Я говорю Почему мы сразу Этого не сделали Почему сразу Не строить свою жизнь На твердом основании Почему сразу Не изучать Божье Слово Почему сразу Не отдать свою жизнь Отдать свою душу Для того Чтобы Слово Божье Переполнило тебя И все Божье благословение Протеполчилось Почему Я не знаю Это заповедь моя Да любите Друг друга Как я Возлюбил вас Нет больше То любви Как если Кто положит Душу свою За друзей своих Вы Друзья мои Если Исполняете То Что я заповедую вам Я уже Не называю Вас рабами Ибо раб Не знает Что делает Господин его Но я Называю Вас друзьями Потому что Сказал вам Все Что слышал От Отца Моего Иисус говорит Я Называю Тебя Другом Я Называю Тебя Другом Но Ты Можешь Быть Моим Другом Если Ты Соблюдаешь Мои Заповеди Почему Потому что Иисус Есть радость И У Бога Нет ничего Общего С грехом Ты Не можешь Находиться В Его Присутствии Когда Моисей Увидел Горящий Куст Он Подошел И Бог Сказал Ему Остановись Ты Не можешь Зайти Сюда В обуви Потому что Обувь Это прообраз Тобов Где Твои Ноги Тебя Наносили Ты Должен Разбудиться Ты Должен Снять Оголиться И Прийти К Богу Полностью Чисто Говорит Стоп Сними Свою Обувь Потому что Земля На которой Ты Стоишь Земля Святая Потом Он Его Учил Освещал Омывал И Помог Ему Войти В свое Призвание Бог Принимает Тебя Такого Какой Ты Есть Бог Принимает Тебя Полностью Со всеми Твоей Прошлой Жизнью Что бы Ты Не Сделал Он Простил Тебя На Кресте Он Пошел На Этот Крест Добровольно Для Того Чтобы Покаяться В каждом Твоем Веке И Теперь Он Говорит Эти Люди Мои Все Это Мои Друзья Я Их Люблю Он Стоит За Каждого Из Нас В Прологе Говорит Отец Я Ходотальствую За Него И Потом Этот Иисус Говорит Послушай Если Ты Хочешь Быть Моим Другом Я Хочу Тебе Дать Два Секрета Прибывай В моем Слове Исполня Мои Запад Прибывай Во Мне Найди В своем Забизанном Графике Как У нас Любят Говорить В Америке Время Для Взаимоотношений Со Мной И Тогда Твоя Уняться Тогда У тебя Появятся Новые Идеи Когда Ты Будешь Смотреть Уже Как Бог Смотрит На Твою Жизнь Он Будет Открываться Тебе Многие Люди Говорят Я Считаю Не Понимаю Я Знаю Некоторых Людей Которые Уже Три Года Мне Говорят Я Читаю Не Понимаю Библию Но Ничего Не Сделали Для Того Чтобы Прийти И Вместе Со мной Заниматься Чтобы Читать И Понимать Библию Отговорка Это Легко Я Читаю Не Понимаю Библию Это Отговорка Для Того Я Здесь Нахожусь Чтобы Помочь Тебе Читать И Понимать Библию Для Того У нас Есть Все Уроки Которые Происходят Для Того Чтобы Читать И Понимать Библию Для Того Происходят Все Мероприятия Для Того чтобы читать и понимать Библию. Для того, чтобы понимать Божье Слово. 16 стих, это уже, я подошел к той теме, которую я хочу, о которой я хотел сегодня проповедовать. Не вы меня избрали. Иисус говорит, ни один человек на земле не может добровольно избрать Бога. Потому что суета этого мира, благословение этого мира, наслаждение этого мира настолько увлекают, что люди говорят, я не могу потратить свою жизнь на то, чтобы жить с Богом. Я мечтаю, чтобы в нашей церкви мы создали уже окончательную модель истинного христианина. И потом спросить у человека, который живет в миру, покажи мне свою жизнь. наполненную бессмыслицей, я покажу тебе свою жизнь наполненную смыслом. Я мечтаю, чтобы наше, ну, Бог дал нам вот эту, знаете, мудрость, как создать жизнь верующего человека переполненной смыслом. это моя мечта. Чтобы была наполнена смыслом. Чтобы, ну, не говорили, о, это фанатики. Нет. Это люди, у которых есть смысл в жизни. У которых есть цель в жизни. У которых есть мечта. У которых есть, у которых есть какая-то миссия. Которые предназначены, которые живут не для того, чтобы только работа билы, работа билы, работа билы. Еще кто-то подсказывает, мне и в туалет. Нет. Жизнь верующего человека, она наполнена смыслом. Мы живем и работаем не только для билов. Вот я общаюсь с тем, которые мы любим. Говорят, нету личной жизни. Одни билы. Одна работа. И что я говорю, что хватает? Не хватает. Говорят, ты можешь себе позволить? Да, какой там? Какая не агара? Это мечта. Какое время с детьми? Это мечта. Я такой думаю, ну неужели мы созданы для того, чтобы потратить, убить себя на работе? Работа, которую ты должен делать, она должна приносить смысл. Она должна приносить перемены. Она должна приносить память о тебе. Придет время, я вам покажу то, о чем я вам проповедую. У нас есть один человек, который оставит, уже несколько людей в нашей церкви поднимаются, которые оставят огромный след в истории Америки. Кто-то в развитии с детьми, кто-то в развитии с медициной, кто-то в развитии с бизнесом, с страховым бизнесом. Оставят огромный след в истории. Почему? Потому что они даже, может, не понимают этого. Но то, как они говорят, и то, что есть в их сердце, я понимаю, что это не просто для того, чтобы только набить свои карманы. А это для того, чтобы принести перемены. А для того, чтобы принести какой-то смысл в жизнь этой страны, в жизнь этого города, в жизнь этого мира. если вы будете продолжать в этом духе, вы даже не представляете, как Бог насчет вас понимать. Не вы меня избрали, а я вас избрал. Если ты будешь думать и понимать, что я избран Богом, я пришел в церковь не для того, чтобы просто я так захотел. Тебе больше 30 лет. Ты сильно хотел в церковь приходить? Или, может, до 30 лет? Ты сильно бегал в церковь? Но пришло время, когда Бог говорит, все, ты нужна мне. Ты нужен мне. Иди в церковь. Кому-то Бог создал условия, чтобы приполз в церковь. Кому-то Бог создал условия, чтобы пришел в церковь. Кому-то Бог сделал разные ситуации. Кого-то любовью привел в церковь. Кого-то милостью привел в церковь. Вот, к примеру, Александр, поворачиваешься? Иди сюда. Он говорит, нет, нет, не пойду. Иди сюда. И муж, сразу пришел и сел. Вот ты что, так же и Бог? Иди сюда. Иди ко мне. Написано в Библии, если я стою и стучу, и что ожидаю? Кто творит? Я к тому зайду в дом и буду вечерить вместе с ним. Разве это не прекрасно? Иисус хочет зайти в твой дом, в твое сердце и вечерить вместе с тобой. Он хочет проводить время вместе с тобой. Он разочаровывается, когда мы назначаем Ему свидание и не приходим. Когда мы обещаем, вот завтра точно начну менять свою жизнь. И это завтра никогда не настает. Потому что всегда сегодня. Кто хоть раз проснулся утром и говорит, о, сегодня-завтра. Никогда же такого нет. Вы просыпаетесь утром, но правда сегодня. Но все перекладывают. Уже этот завтра, то есть только должен. А его нету никогда. Иисус говорит, достаточно моей благодати для каждого дня. Предостаточно Божьей благодати для сегодняшнего дня. Говорит, ты меня не избрал. Я тебя избрал. Ты нужен мне. И если ты будешь отговариваться, то у меня есть одна пословица. Послушных Бог ведет, а непослушных Он тащит. Лучше пускай Он ведет, направляет тебя. Пускай это будет медленно. Бог живет в вечности. Он никогда не опоздает, никуда не спешит. Придет время, когда Он увидит плод своего труда. Говорит, ты нужен? Я тебя призвал. Я в тебе нуждаюсь. Возможно, ты настолько занятый, что я тебе не нужен вообще. Я подожду, посмотрю, как ты без меня попыхтишь. Но я хочу умножиться через тебя. Я хочу плод принести. Когда-то сделайте эксперимент. Надо было видео снять. Когда срезали вот эту виноградную лозу, ведро жидкости вылилось на пол. Ведро жидкости вылилось просто на пол с этой лозы. Я такой думаю, Боже мой. Каждый день изливается Божья благодать, написано. Каждый день обновляется. Каждый день ведро Божьих благословений просто выливаются на эту землю. Изливаются на каждого из нас. А мы ходим и говорим, тяжело работать. Тяжело жить. А Бог говорит, прийди ко мне. Я зову тебя. Я хочу помочь тебе. Налазь свою молитвенную жизнь. Налазь свое время с изучением Божьим Словом. Поменяй немножко свой график. Недавно я прочитал одно выражение. Мне так понравилось. Поверьте, если вы это выражение исполните, может это не все касается, но многих. вопрос. Как заработать деньги на Фейсбуке? И там три ответа. Первое. Зайдите на стройки. Второе. Удалите свой аккаунт. И третье. Идите работать. Если вы возьмете время, один человек очень близкий мне. Я говорю, пойди приготовь мне яичницу. проходит час, нету яичницы. Проходит два, нету яичницы. А я уже так еду. Я же когда работаю, я забываю, что я не ел. И потом я прихожу домой и этот близкий мне человек говорит, ой, на две минуты на, да не поверь, две минуты на Фейсбуке. Я говорю, отключу Фейсбук, отключу интернет. Понимаете? И я думаю, Боже мой, у людей нету времени на Божье Слово. У людей нету времени на исполнение Божьего Слово. У людей нету времени на то, чтобы Божье предназначение выполнить. Но если вы возьмете честно, ручку и листочек, и запишите в течение дня, на что мы тратим свою жизнь, вы увидите на самом деле, сколько у вас свободного времени. И говорит, вы меня не избрали. Вот это, вот это ключ. Потому что, если бы мы избрали, наша бы жизнь прогрессировала бы с такой скоростью, что мы даже себе не можем представить, какие бы перемены и наслаждения мы бы получали в своей жизни. Мы вчера за минуту ехали, все спали, и она мне говорит, говорит, я не могу понять. Бог дал нам сто процентов мозга. А мы используем только какой-то мизерный процент. Мизерный процент со ста процентов. И я вот размышляю после вчерашнего и сейчас я размышляю. И я такой думаю, почему мы используем только мизерный процент своего мозга. Потому что мы привыкли не производить цитаты, а читать цитаты. Мы привыкли не творить историю, а следить за историей. Мы привыкли не трудиться, а наблюдать за трудом. Мы привыкли не копать, не углубляться в Божьем Слове, а лучше проповедь включить, послушать. Мы привыкли не размышлять над Божьим Словом, а изучать чужие мысли. Понимаете разницу? Что лучше, самому эти спортзал качаться или смотреть теорию качания? Конечно, это же легче. Но тогда и мышцы теоретически качаются, но практически атрофируются. Точно так же с нашим мозгом. Мы используем мозг, ну, вот задумайтесь, на что мы используем мозг? Первое, попроснуться. второе, утренняя процедура. Могу подробно. Третье, покушать. Четвертое, пойти выполнить поставленную задачу. Пятое, прийти домой и сказать мясо давай. Шестое, почитать какую-то новость в Фейсбуке. Седьмое, пойти отключить тело для сна. Как вы думаете, сколько нужно процентов мозга для того, чтобы это все выполнять? Но если мы начнем выполнять, использовать свой мозг в большей степени, не для того, чтобы только поесть, попить, поспать, поработать там и так далее, а что-то создать. Создать какой-то новый продукт. Например, я знаю этого человека, который мечтает создать телепортацию с помощью Духа Святого. Вот в Библии в Новом Завете, помните, что был кто-то, который возле этого евнуха Исаию читал, помните, и потом хоп, и Духом Святого был вознесен в какое-то другое место. Вот классно было, недели часов ехать на Ниагарский водопад, а только хоп, и ты на Ниагарском водопаде, посмотрел все, и ты уже опять за Библией Слово Божие изучаешь. Я такой думаю, да, вот это классно, но для этого нужна была бы телепортация, чтобы пребывать Божьим Словом, принимать, размышлять, приносить плотом и так далее. Иисус говорит, я вас прислал, я хочу наполнять эту землю плодом, я хочу наполнять эту землю Божьей славой, я хочу наполнять через тебя, ну, Иисус Дух, Бог есть Дух написано, ему нужны руки, ему нужно тело, которое услышит Божье Слово, которое исполнит Божье предназначение, которое станет человеком цели Божьей, смысла Божьего. Не просто создавать что-то для того, чтобы сделать себя очередной статистикой журнала ВОПС. Нет. Если тебя мечта стать в десятке первых журнала ВОПС, только для того, чтобы принести Божьи плод. Потому что Авраам находился в десятке журнала ВОПС. Он сидел, написано, с богатыми людьми мира сего. Он заплатил на тот момент 40 миллионов долларов за участок земли, чтобы похоронить свою жену. Кто-то мне себе показывал, как ребенок смеется, когда папа деньги считает. Легко. Он сидел с богатейшими людьми. Что для нас там 40 серебряных? Ты сказал. Я считал. Или 40 золотых с кухней. Понимаете? Бог смотрит на нас, на людей, которые состоялись во всем. Говорит, я призвал тебя, я хочу, чтобы ты принес плод, чтобы ты принес славу, чтобы ты принес результат, чтобы ты подтвердил, потому что на сегодняшний день христианин, человек, который называет себя Божьим верующим, попрошайка, нищий, бессерий, использующий Бога только как волшебную палочку, больше никак. Он говорит, а я призвал тебя. Но это еще не все. А я вас призвал и поставил вас. Представляете, Бог говорит, Севара, ты нужна мне. Я хочу тебя поставить в медицин, министром здравоохранения, министерства здравоохранения. А Севара говорит, я же маленькая, я приехала с Узбекистана, где-то Самарканд, у меня там чуть-чуть маленького образования. Бог говорит, Севара, я избрал тебя и хочу тебя поставить. Я Севара, я же маленькая, с Узбекистана. Ты Божья дочь. Ты человек, который избран Богом. Он тебя ставит на ту должность, которую он уже знает, что ты на ней будешь. У Бога все должности должны быть заняты верующими людьми. Работать с детьми, ты иди сюда, я хочу тебя поставить. Нет, мне это не сильно интересно. Мне интересно свое чтобы создавать. Бог говорит, я хочу чтобы ты всю Америку заняла работой с детьми. Нет, не надо, мне надо чуть-чуть. Мне много не надо. Бог тебе говорит, иди сюда, я хочу тебя поставить. На этом месяце столько достойных, столько сообразований, какая тебе разница, я избрал тебя. И я хочу тебя поставить. Я имею на это право. Если вы изучите историю христианства, единицы людей только откликнулись на Божий призыв, были поставлены и принесли огромный колоссальный шиплот для Царства Божьего. Единицы толпы слушают, а единицы делают. Я позвал тебя, ты нужен мне, я хочу тебя подготовить, я хочу, чтобы ты пребывал в моей любви, я хочу, чтобы ты стал моим другом, я хочу, чтобы ты полностью изучил Божье Слово, для чего я это все делаю, чтобы поставить тебя, чтобы когда придут искушения, ты не отпал, чтобы ты, когда придут соблазны, ты не присвоил свое предназначение и свое поставление себе, не сказал это благодаря мне и моему образованию. Вот тогда надо говорить, я приехал из Самарканда, Узбекистан, где-то там на какой-то улице живу, но Бог меня там нашел, привел меня в этот Нью-Йорк, хотел сказать, в Киев, в Украину, привел меня в Нью-Йорк, призвал меня в церковь, вдохновил меня, дал мне силы, дал мне образование, дал мне предназначение, дал мне призвание и поставил меня, поставил, меня поставил сам Бог, потому что я точно бы ничего не могла бы сделать. Бог позвал меня из самой глубинки, что на карте даже не видно этого села. Говорит, иди сюда, я хочу что-то сделать в своей жизни, я зову ты нужна мне, или ты нужен мне, и я хочу поставить тебя, и главное мое создание. В Америке сколько миллионов человек? Примерно, кто знает? А? 330 миллионов, да? Берем третью часть, 110 миллионов детей, и Бог хочет поставить тебя над этими детьми, чтобы ты изменил образование для этих детей. Он говорит, не, мне это не надо, мне главное три ребенка в год, которые приходят ко мне, и мне классно. Бог смотрит на тебя, и говорит, Господи, ну когда ты уже поймешь, что все, что тебе нужно, это наладить отношения со мной, взять меня за руку, и начать смотреть на себя, так как я смотрю на тебя, а я смотрю на тебя вот так. Это Иисус же говорит, не ты меня избрал, не ты избрал мое слово, не ты избрал мою церковь, не ты избрал то, чтобы начать молиться, не ты избрал то, что начать поститься и пребывать Божьим призмами. Это был не твой выбор.